Как собирают деньги на помощь обычным украинцам на Донбасс, на юг Украины. Вот, собственно, в Норвегии это можно увидеть. Здесь во время одного из дипломатических приемов украинский стенд написано на норвежском языке. Все, что нужно сейчас на фронт и людям обычным, и военным, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей и собрать как можно больше денег, наши организовали стол бесплатно. Можно попробовать традиционные украинские блюда. Людям нравится. Многие возвращаются, чтобы взять добавку. Это очень вкусно. Да, очень вкусно. Мы знаем, что примерно 12 скорых в Украине теряется в день из-за бомбардировок. Таким образом, это небольшой вклад, который сможет сделать Норвегия в гуманитарных целях. Кроме того, недавно были отправлены пять больших медицинских автобусов для военных нужд. И мы отправили уже более 70 скорых в Украину при содействии посольства, а также очень много медицинского, очень дорогого оборудования. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем нам удастся поддерживать такой устойчивый тренд – наращивать гуманитарную помощь от Норвегии и Украине. В ответ на вторжение России норвежское правительство приняло много твердых решений, чтобы оказать Украине как военную и гражданскую, так и гуманитарную помощь. Как глава норвежского парламента я обсудил это с коллегами всех парламентов с 24 февраля этого года. И они продолжают помогать Украине. Межпарламентская дипломатия важна в эти дни для обмена информацией и поиска решения, чтобы поддержать Украину всеми возможными способами. Во-первых, посольство польское – это инициатор в кооперации с посольством украинским в Норвегии. Наши женщины-послы мы это инициировали. И мы, как организация «Украинская община Норвегии», написали проект, чтобы закупали их либо в Норвегии, либо в других странах. Те деньги, за которые продаются билеты, они идут на победивший проект. А проект наш уже выиграл. По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 7 миллионов человек покинули Украину, а 6,5 миллионов являются внутренне перемещенными лицами. Зима близко. Важная инфраструктура была атакована и, скорее всего, будет подвергаться атакам и дальше. Обычные люди станут жертвами, если россияне решат использовать уголь в качестве оружия самым бесчеловечным образом. Страдания на украинской земле велики и почти непостижимы для тех из нас, кто смотрит со стороны. Поэтому любой вклад, который может помочь наиболее пострадавшим, имеет огромное значение. Страдания на украинской земле велики и пострадавшим,